Ключевая тема – здравоохранение. В центре внимания, конечно же, ковид. Как отмечает заместитель губернатора Александр Кулагин, в этом году Севастополь в борьбе с опасной инфекцией достиг больших успехов. Самое главное – эффективная профилактика заболевания. Первым компонентом вакцины сейчас привились больше 260 тысяч севастопольцев, вторым – 250 тысяч. Коллективный иммунитет достиг 90%. «Коллективный иммунитет в Севастополе достаточно высокий. Один из лидеров в Российской Федерации. Благодаря активной позиции севастопольцев, которые достаточно хорошо шли на пункты вакцинации, вакцинировались, ревакцинировались, и это помогло нам достичь вот этот самый коллективный иммунитет». Но не забывали в Севастополе и о других проблемах и вызовах в сфере медицины. В этом году особое внимание уделялось привлечению медперсонала. На данный момент штат укомплектован на 80%. Дефицита кадров нет. Что касается технической оснащенности медучреждений, проблемы, конечно, есть, но они постепенно решаются. В этом году город закупил почти 6 тысяч единиц нового оборудования. Кроме того, ремонтируются и строятся новые больницы и поликлиники. Ремонтируются уже имеющиеся. Уже сданы роддомы под станция скорой медицинской помощи. Возводится онкологический диспансер. По словам директора департамента здравоохранения год выдался плодотворным. «Ближе к осени ресурсы были задействованы в три раза больше, чем были на пике, как нам тогда казалось, в декабре 2020 года. Все справились на отлично. И хочется отметить, что несмотря на то, что все были заняты борьбой с ковидом, продолжала оказываться плановая медицинская помощь и продолжала оказываться и развиваться высокотехнологичная медицинская помощь». В сфере труда и социальной защиты тоже сделано много. В этом году жители осажденного Севастополя приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Ко дню победы им выплатили по 75 тысяч рублей. Выплату получили 1119 ветеранов. Кроме того, в профильном департаменте предусмотрели и другую помощь. «Исполняя решения правительства, президента, в целом поддерживая ту политику, которая проводится государством, у нас значительно увеличивается число людей, которые имеют право на определенные виды социальной помощи. Например, в этом году это родители, имеющие детей в возрасте 3-7. Достаточно такая масштабная акция была». В планах для оказания социальной помощи также предусмотрено строительство психоневрологического интерната. Возвести его планируют в 2023 году. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.